Привет, друзья! Этот артист никогда не мечтал служить в милиции и связывать свою жизнь с правоохранительными органами, но такая актерская судьба иногда приходится играть роль, с которой тебя будут ассоциировать долгие годы. Именно такая роль случилась в актерской биографии Алексея Нилова, и на протяжении вот уже многих лет его имя упоминается в сочетании с капитаном Ларином, одним из героев сериала «Улицы разбитых фонарей». Прославился Алексей Нилов после выхода на экраны первого сериала о работе милиции «Улицы разбитых фонарей», хотя в его фильмографии достаточно и других запоминающихся проектов. Родился Алексей Нилов 31 января 1964 года в Ленинграде. В семье было несколько представителей актерской профессии. Папа Геннадий Нилов снимался в культовой картине «Три плюс два», где его все запомнили как сундука Степана Сундукова. Двоюродного дедушку Алексея по папиной линии звали Павел Кадочников. Он тоже оставил заметный след в отечественном кинематографе. Только мама Галина Нилова и его брат Антон не имели отношения к искусству. Мама работала инженером-химиком, а брат стал успешным бизнесменом, выпускает шины к автомобилям и тонировочную пленку. Несмотря на приземленную профессию инженера-химика, мама Алексея была ярой поклонницей кино и театра. Она старалась достать билеты на все премьерные постановки и пыталась развивать сыновей творчески. Отец видел стремление Алексея к актерскому делу и был настроен категорически против его выбора. Он знал не только лицевую сторону кино, но и ее изнанку, и совершенно не хотел для сына такой участи. Поэтому дома постоянно велись беседы о тех аспектах профессии актера, о которых кроме артистов никто не знает, и это дало свои плоды. Перед окончанием школы Нилов всерьез задумался о будущем и решил связать его с легкой промышленностью. Он стал слушателем подготовительных курсов в этом вузе, но очень скоро понял, что не хочет заниматься этим делом всю жизнь. Алексей начал подыскивать себе другое, более интересное занятие, но не мог ни на чем остановиться. Нилов оказался на перепутье и не знал, куда двигаться дальше. Тогда мама посоветовала ему прислушаться к своему сердцу и выбрать себе дело по душе. Тайком от отца парень отнес документы в театральный вуз. Для вступительных испытаний Нилов выбрал несколько отрывков и представил их на суд приемной комиссии. Он сам был не уверен в своем успехе, хотя очень хотел поступить. И когда он нашел себя в списках студентов Улгит Мика, то был несказанно счастлив. Мама гордилась сыном и поздравила его с первой победой, отец оказался намного сдержаннее в проявлении своих чувств. Диплом об окончании театрального института Алексей Нилов получил в 1985-м, но сразу выйти на сцену театра не получилось. Его призвали в армию. Службу он нес в Чернигове и домобилизовался, имея военную специальность минер-подрывник. Период его службы совпал с аварией на Чернобыльской АЭС, и их часть принимала участие в ее ликвидации. У него есть удостоверение ликвидатора первой степени, позволившее досрочно выйти на пенсию в 2014 году. Впервые актер женился в 1985 году на своей однокурснице по институту Ани Заматаевой. А следующий Новый год семья уже встречала втроем, у супругов родилась дочь Лиза. Появление на свет малышки не избавило семью от проблем, а лишь усугубило их. Много лет спустя Алексей Нилов признается, во всех семейных неурядицах был виновен он сам. Это его пагубное пристрастие к алкоголю, усугубленное бытовыми проблемами, раз за разом приводило к распаду семьи. Именно они и стали причиной его расставания с первой женой. Актер уехал в Минск, и там познакомился с Сусанной Цирюк, с которой в результате прожил 7 лет и стал отцом сына Дмитрия. Столь длительные отношения закончились не походом в ЗАГС, а расставанием. Формальной причиной было возвращение Алексея Нилова в Санкт-Петербург, где должны были начаться съемки фильма с его участием. Но актер признавался, он каждый раз разочаровывался в себе и начинал все с чистого листа в своих попытках создать крепкую семью. После разрыва с Сусанной Цирюк Алексей Нилов познакомился со своей коллегой Юлией Михайловой. В этот раз он был полон решимости остановиться и построить по-настоящему крепкую семью и даже обвенчался с Юлией. Но спустя 7 лет он уже снова оказался одинок. Вскоре после развода в его жизни появилась актриса Полина Каманина. С ней он прожил всего три года, после чего отношения были разорваны. Наиболее же громким оказался развод Алексея Нилова с третьей официальной женой Ириной Климовой. Фактически этот брак был пятым в его жизни. Поначалу актеры едва не парили на крыльях любви, но вскоре жизнь показала, они настолько разные, что просто не могут сосуществовать в одном пространстве. И спустя пять месяцев, после появления на свет сына Никиты Алексея Нилов, уехал из Москвы, где жил вместе с женой и сыном, в Санкт-Петербург. Естественно, брак распался, а супруги потом еще долго судились из-за алиментов. Старшие дети актера, Елизавета и Дмитрий, знакомы между собой и даже дружат. В детстве они часто бывали у дедушки и бабушки, Геннадия и Галины Ниловых в Приозерске. Лиза вместе с мамой какое-то время жила у родителей актера. С отцом Лиза и Дима тоже виделись, хотя, вероятно, и не получали достаточно его внимания и тепла. Да и сам актер признается, несмотря на частые встречи, дочь и сын все же росли без отца. Естественно, алименты он платил, как полагается. Елизавета в результате пошла по стопам родителей и стала актрисой, сейчас она служит в театре имени Комиссаржевской и довольно много снимается в кино. Дмитрий, по словам Алексея Нилова, очень похож на свою маму. Он никогда не стремился стать актером. Он выбрал профессию музыканта, считается мультиинструменталистом и, среди прочих, играет на довольно редком инструменте маримби. С Никитой все было гораздо сложнее. До тех пор, пока мальчику не исполнилось 12, отец вообще с ним не общался. Как говорит актер, сыграла свою роль в этом жизнь в разных городах. Общение же по телефону не складывалось, так как Нилов попросту не мог дозвониться сыну. Ирина Климова в одном из своих интервью заявила о том, что Никита очень похож на своего отца, он такой же малообщительный и в нем напрочь отсутствует деловая хватка. В последнее время Алексей и Никита Ниловы смогли наладить отношения, актер бесконечно рад тому, что получил возможность общаться с сыном, он гордится его успехами и поддерживает в желании стать гейм-дизайнером. Еще в 2004 году в жизни Алексея Нилова появилась Елена Володина. Это она заставила превратиться бывшего ловеласов примерного семейнина и подарила ему долгожданное тепло семейного очага. Они познакомились в магазине, где снимали рекламу верхней одежды. Все были очень уставшими, а Алексей даже заснул. Разбудила его девушка, заботливо предложившая чашечку крепкого кофе. Это и была Елена, с которой Алексей Нилов проговорил до самого утра и вдруг понял, с ней он готов разговаривать всю жизнь. Она не пыталась его переделать, принимала и любила со всеми его проблемами и недостатками, была терпелива и мудра. Она не пилила мужа за пагубное пристрастие, но мягко подводила его к мысли о том, что проблему пора решать. Дело в том, что Алексей Нилов из-за своей любви к алкоголю несколько раз едва не лишился жизни. В первый раз это случилось в 2000 году, а в последний – третий, буквально накануне нового, 2007 года. Вместо уютного праздника в обществе любимой жены, Алексей Нилов получил 11 дней комы. Именно эта ситуация, наконец, заставила его задуматься об отказе от алкоголя. Актёр всё же смог избавиться от своей зависимости, и его жизнь заиграла совсем другими красками. Теперь у него есть тёплый и уютный дом, любимая жена, неустанно заботящаяся о нём, ощущение крепкого тыла и желание заботиться о женщине, сделавшей его счастливым. Алексей Нилов по-прежнему много снимается в кино, а ещё он вместе с женой постоянно посещает Софийский собор в Царском селе, в котором в своё время и обвенчались. Вот уже который год Алексей Нилов не пьёт и не курит. И даже не думает о других женщинах, ведь у него есть его Елена. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok